Мы действительно очень рады приветствовать в Черкизово заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Я это все сказал и понимаю, что все и так все это знают, и что заслуженный профессор, и что это Алексей Ильич, и что Осипов тем более. Подробнее, конечно, представлять не буду, было бы даже стыдно, если бы я это сделал, поэтому сразу передам слово нашему заслуженному профессору Алексею Дичу, который выступает с лекцией, посвященной христианству и его искажениям. Под общим таким названием. Сидич, просим вас. Спасибо. Добрый день. Отец Савв несколько раз подчеркнул заслуженный. Это впечатление такое, что я долгое время был незаслуженным. Это вообще ужасно. Я так ректору и сказал, когда присвоили. Я говорю, это же оскорбление, а не награда. Вот так. Ну, видите, какая тема поставлена сегодня. Мы говорили с отцом Саввы, что хотелось бы поговорить о вопросах, которые наиболее близки всем нам, и которые действительно должны бы затронуть и нашу душу, а не только наш ум. Современная, видите, ситуация какова? Мы все живём головой. А как только касается дела сердца, то оно как-то отходит всё на второй план. Так вот, видите, действительно, когда мы пытаемся говорить о любой религии или даже любом мировоззрении, если спросить человека, знающего человека, скажите, что это такое, то он, наверное, попытается сказать что-то самое главное же, правда же, потому что деталей множество в любой религии. Так вот, и здесь, по-видимому, одним из самых таких, я бы сказал, вопросов, насущных вопросов, которые должны поинтересовать всех нас, как бы это нам выразить, что же составляет существо нашей религии, существо христианской веры. Всё-таки что оно такое? Можно о разных вещах говорить, правда же? Можно говорить о храмах, монастырях, можно говорить об образовании, можно говорить о тех обычаях, которые существуют у нас, можно о правилах, правда? Можно о вере, можно о нравственности. Как много вопросов? Ну, бесконечное количество. Да, так вот, поэтому, вы знаете, тема-то обозначена, конечно, очень рискованно. Попробуйте из такого множества что-то выделить наиболее существенное. Говорят, что иногда лучше всего можно показать и сказать, что это такое, через сравнение. Без сравнений очень трудно. Вот даже, знаете, вот разные пищи, сказать, вкусные-вкусные, да, а этот тоже вкусный, этот тоже вкусный, так что вкуснее? Так вот, когда мы говорим о религии, то здесь особенно, наверное, важно попытаться, ну, хотя бы несколько, провести сравнительный, ну, анализ, если хотите, хотя это может быть очень громко, как говорится, но, по крайней мере, некое сравнение, перед чем мы стоим. Вот христианство, вот множество ещё других религий. что из себя представляют они и что такое оно? Так вот, немножко, если сказать о том, с чем мы сейчас сталкиваемся. Мы сталкиваемся, я расскажу, с очень большим разнообразием тех религиозных верований, религиозных предрассудков, лжерелигиозных различных явлений и так далее. Вот немножко я попытаюсь, может быть, так некоторые вещи обозначить, для того, чтобы можно было потом более, так сказать, рельефно показать, что такое христианство. Знаете, какова основная направленность современной жизни? Всё больше и больше мы убеждаемся, что материализм как таковой, то есть поглощённость исключительно земными вопросами, земными проблемами, касающимся как непосредственно меня, моей кожи, моей жизни, так сказать, бытовой, моей жизни общественной, всё более и более это поглощает. В общем, это поглощается с такой силой, что многие даже говорят, что есть опасение, что скоро от христианства ничего не останется. Не потому, что христианская религия, как таковая, перестанет существовать. Нет-нет! Не по этой причине, а совсем по другой, что сам акцент, акцент в христианстве может сползти с того главного, о чём она говорит, на вещи второстепенные, с целей на средства. Не то, что является целью, а то, что является средством. Ну, представьте себе, строят дом, ну, надо его построить. Вот наша цель. И вдруг мы начнём бесконечные разговоры, споры и дискуссии. И о чём? О том, о всяких строительных материалах, о разных проектах, конструкции. Всё это нужно? Ну, а как же не нужно? Ну, естественно. Плохой материал, что за дом будет? Но ведь можно и утонуть в обсуждении этих средств и забыть совсем о самом доме. Вряд зима идёт, строить надо. Да просите, сватите вы, вот мы не решили ещё, какие гвозди там употребить. Или какие балки. Вот в чём опасность. В любой религии, в христианстве то же самое, есть главное, есть тростепенное, если хотите, вторичное, третичное и так далее. Это вопрос высшей степени важный. Он касается всех и других религий, но касается и христианства в особенности. С чем мы сейчас соприкасаемся и что предстоит, если хотите, нашему взору непосредственному. Первое, может быть, о чём хочется сказать, что сейчас мы оказались перед лицом такого огромного количества, если хотите, множества различных направлений, религиозных и мистических направлений, и оккультовых направлений, и сектанских направлений, что для человека, для человека, который ещё ничего не знает, который только что вышел из эпохи единственного научного атеистического мировоззрения, так, что он просто будет в растерянности. А где? Где оно, правильный путь? Где оно, истинно, если хотите? Что мы сейчас слышим? Посмотрите, возьмите только, соприкоснитесь только с сектами. Я посмотрел, например, секта Муна. Что Мун говорит? Кстати, он не так давно, говорят, скончался. Мессия должен быть самым богатым человеком в мире. И если он не будет таковым, то будет страдать и он сам, и сам бог. Ну, представьте себе! При этом всё его основное внимание, при этом основная ценность, на которую он обращает внимание, это то, чем наполнен, может быть, и всегда был наполнен мир, но сейчас особенно, это сексуальность, так сказать, это высочайшая ценность человека. Вот вам направление, которое очень многих, вы знаете, очень многих, так сказать, ну, увлекало и увлекает. Или возьмите, например, что сейчас вот куда вы не поедете, наверное, на Запад, всюду увидите халаты эти буддийские, буддийские оранжевые. Всюду можно встретить эти группки. Можете у нас увидеть целые, так сказать, ну, какие-то организации небольшие и так далее. Опять мы встречаемся с каким явлением? Что это такое буддизм? Что он предлагает? Какие ценности он предлагает? Так, умуно понятно. Понятно. Он мало чем отличается, то есть ничем практически не отличается по существу от грубого материализма. А буддизм? Вот чтобы вы поняли, что это такое, я специально тут выписал, видите, я себе бумажки подложил, чтобы зачитать, и все увидели, что о чём говорит сам основатель буддизма, то есть тот исток, который дал начало всему этому направлению. Смотрите, что он пишет. Не ищите, говорит Будда, не ищите опоры ни в чём, кроме как самих себе. Сами светите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя. Сам о себе же, он говорит, я всё знаю, у меня нет учителя, никто не равен мне. В мире людей и богов никакое существо не похоже на меня. Я священный в этом мире, я учитель, я абсолютный сам Будда. Я добился покоя и получил нирвану. Не проси ничего умолчания с большой буквы, ибо оно не может ни говорить, ни слышать. Вы слышите, что говорит о себе человек? Он совершенно не прикрыто, откровенно повторяет слова, помните кого, кто открывал Библию, хотя бы первые страницы, будете как боги. Да, конечно, я всё знаю, я учитель, я сам, я всего достиг. Не просите ничего умолчания, слышите? Не бог, а молчание оказывается всюду, кроме, если хотите, кроме меня самого. Вы слышите это? Правда же сильные, какие высказы. А ведь очень многие восторгаются, чем? Буддизм, вы знаете, какую предлагает высокую мораль. Если кто-то когда-то, может быть, соприкасался, то, наверное, помнит, какой там только восьмеричный путь спасения, какая там аскеза, если хотите, какое внимание к своему сознанию, к своему уму, к своим чувствам и желаниям. Не случайно же многие говорят, да простите, да это же прям христианство настоящее. Верно, аскеза, аскеза по внешней своей форме это действительно прям напоминает, я не знаю, вот прям как два яичка, два яйца прям похожие друг на друга, как кажется. Посмотрите, о чём пишут. Я всезнающий, я учитель, нет мне равных ни в мире богов, ни людей, и не проси ничего умолчания. Ну, конечно, если это моё маленькое я становится я с большой буквы, то естественно, никакого бога уже не нужно. И действительно, буддин, так называют, атеистической религией. А что если представляет индуизм, который всегда обращал на себя внимание очень-очень многих, если только вспомните эпоху, например, начало XX века, это эпоха богоискательства, вот все те, кто хотя бы несколько знакомились с историей, может быть, мысли, мысли в России, то, конечно, помнят и знают, знают, как интеллигенция, вдруг русская наша интеллигенция, вдруг обратила внимание на вечные, если хотите, вопросы бытия, проходят встречи между представителями церкви и интеллигенцией, идёт процесс так называемого богоискательства. И очень многие в это время обращают свой взор к индуизму, что он из себя представляет опять. И сейчас это важно, и сейчас приходится соприкасаться вот с людьми, которые действительно вот увлечены буквально этим и задаются вопросом, что он из себя представляет. Вот в качестве иллюстрации, которая великолепно изображает, о чём идёт речь. Есть так некая песнь Саньясина, и вот там страстный возглас от лица человека. Нет боли и рождения, нет ни я, ни ты, ни смертного, ни Бога. Я стану всем, всё станет я и неомрачённым блаженством. Можно подумать, что же это такое? Уточню. Одной из самых таких, я бы сказал, важных систем в индуизме, их немало, их много, так является система веданте. Веданте – это самые авторитетные, она наиболее глубоко разработанная, эта система, и она действительно имеет в себе, по-видимому, наибольшее количество сторонников. Вот один из правозвестников, собственно, кто нам и открыл, если хотите, индуизм через эту веданту? Это был знаменитый Рамакришна, который написал очень известные семь долин медитации. Он фактически открыл, если хотите, тайну индуизма, тайну йоги, тайну вот этой веданты. Но его основная мысль какая была, что и Будда, и Христос, и Кришна, это всё одно и то же. Всё это одно и то же. Все эти наши различия, они носят чисто человеческий поверхностный характер. На самом деле, всё это одно и то же. И богиня Кали, если вы только посмотрели на изображение этой богини, женщинам нельзя это показывать, могут в обморок упасть сразу. Потому что это черепа там всякие, оскал зубовый, боже мой, чего там только нет. Да, ужас один. Всё одно. А вот самый популярный человек, ученик Рама Кришны, Вивикананда, который явился пропагандистом индуизма на Западе, кстати, и в Европе, и в Соединённых Штатах Америки, он выступал на конгрессах мировых религий, что говорит говорит этот Вивикананда о том, что это такое за система. Вы не бойтесь, я не буду долго говорить, нет, нет, я подойду к христианству, ну, просто к утру только, а не сейчас. Вот так. Пока это введение на пару часов. Кстати, отец Сау меня не ограничил во времени. Итак, что же Вивикананда этот возглашает? Только послушайте, это очень, не только полезно, но, уверяю вас, полезительно, услышишь, что говорит Вивикананда. Итак, послушайте. Вот что он проповедует, в частности, в Америке на конгрессе, конгрессе, в религиозном конгрессе. Он явился очень ярким таким проповедником своей системы, ну, индуизму, фактически. Итак, я вам зачитаю. Обращаясь ко всем присутствующим, такой вот конгресс религиозных деятелей, он говорит, «Вы чисты и совершенны, и всё, что вы называете грехом, не ваше, вы можете делать всё, вы всемогущий». Ура! Красота какая! Проникнитесь сознанием своего могущества, величия и славы. Дай Бог, чтобы противоположное суеверие... он же проповедник в Америке, Америка была христианской страной, и там понятие греха, вы сами понимаете, Христос Спаситель, там от греха, он же знал, куда едет, и знал, кому говорит, что противоположное суеверие никогда не запало вам в голову. Чувствуйте себя, как Христос, и вы будете Христом, чувствуйте, как Будда, и будете Буддой. Единство Вселенной и вера в себя – вот всё, что нужно знать. Суть этой самой популярной, самой важной системы индуизма. Веданта говорит, нет Бога, кроме человека. Единственный Бог для поклонения – это человеческая душа или человеческое тело. Не удивляйтесь этому? Мы, знаете, как сытый голодного не разумеет, так и мы, для которых уже, если хотите, христианские некие истины стали собой разумеющимися, читали Евангелие, слышали о Христе, может быть, читали Библию, так? А вы представьте себе, люди, которые никогда ничего не слышали, вот умом и только умом, голова распухает даже на огромных размерах, размерах бегемота, думают, как всё-таки, где же она, истина, как же правильно понять, какова же суть вещей, кто такой Бог, и есть ли вообще Бог, и не напридумывали ли мы что-нибудь в этом плане? И вот, видите, доходили до чего? До признания того, что вся суть, весь Бог – это я, что в конце концов, даже тот, если есть Дух бесконечный, то Он себя осознаёт как вот я, это моё я, и есть его осознание, какого смысла жизни, только поймите, какой – существует только этот Бог, то есть не Бог, это не Бог, это некая бесконечность, ну, если хотите, назовём, ну, Дух, что ли, так, то какой смысл человеческой жизни? Здесь мы встречаемся с вещами тоже удивительными, приобретите внимание, что говорит всё вот это внешнее, весь этот мир, вся эта суета, все эти заботы, все эти страсти, как это ужасно, это всё! Вы слышите? Это ужасно всё! Надо осознать, что всё это не есть реальность, всё это есть заблуждение, ну, прекрасно, не правда ли? Видите, до чего доходили люди? Всё это безумие, когда человек цепляется за все эти, так называемые, ценности, которые ему придётся оставить, он никуда не делится. Каков смысл жизни? Осознать, что всё это вздор и чушь, всё это иллюзия и обман, и понять нечто. Что же понять? Диалог. учитель и ученик. Учитель говорит ученику – ты Брахман. Брахман – это и есть вот этот бесконечный дух. Всё, весь разговор окончен, ученик уходит. Проходят годы, ученик возвращается и говорит учителю – я Брахман. Суть в чём смысл жизни? Оказывается, оказывается, все мы являемся неким индивидуальным выражением, только если хотите, этого Брахмана. И смысл в чём состоит? В том, чтобы понять это и затем, затем, как конечное завершение, если хотите, моего существования, так, оно подобно чему? Подобно соляной кукле, которая, погружаясь в океан, в океан, полностью растворяется там. Конец и смысл. Какой же смысл? Оказывается, один из текстов говорит, что по мере возрастания этого сознания человеческая личность, человеческая исчезает и в конце он растворяется. Сама нирвана, если хотите переходить на буддистский язык, да, или само состояние мокши, если индуизма, это есть в конце нечто иное, как вот полное погружение вот это бесконечный океан, в котором человек, как соляная кукла, растворяется. Кстати, Вивикананда имел огромный успех, как говорят. Ну, среди кого, естественно? Естественно, непростых людей, каким там до философии простым людям. Ну, а среди действительно интеллигенции, которые интересовались смыслом жизни, проблемами религии, проблемой Бога. Кстати, как он кончил Вивикананду, уже очень немного. Я не знаю, 40 лет ему было или нет, но он, как говорят, вошёл в состояние нирваны, если хотите, самадхи и в какой-то скрюченной, скорченной совершенно фигурой. Так и умер около дерева. И, как говорили ученики, он не захотел выйти из этого состояния самадхи. на самом деле, вы же понимаете, вот та цель, неважно, как называть, нирвана или буддийская, самадхи, это индуистское состояние потрясающего экстаза. А что такое экстаз? Это концентрация всех сил человеческого тела и души. И долго, и много такого продолжаться не может. Человеческое существо не выдерживает погибания. Ну, можно было бы, конечно, ещё сказать, это язычество, правда же? Это люди, которые ничего не знали об откровении. Не было им того откровения, которое мы берём в руки и говорим, это Библия. Но, скажем, даже и библейское откровение, оно даже неравноценно. Есть ветхозаветные, есть новозаветные. И здесь надо понимать. Святитель Иоанн Затауст говорил, что ветхозаветное отстоит от новозаветного, как земля от неба. Не правда или интересно? Мы в один переплёт. Здесь, с одной стороны, это совершенно верно, то было действительно божественное откровение в Ветхом Завете. Другой стороны, к чему это часто ведёт? Уравнивание ветхозаветного с новозаветным. Забыли о чём? Что всё ветхозаветное откровение целиком и полностью в своих пророчествах, даже в своих многочисленных фактах Богоявления всё было направлено к чему? Вот к той цели обещал кого? Христос. Христа. Недаром называли, и апостол Павел называет всё Ветхозаветное как некой тенью грядущих благ. Сравните! Тень и человека. Ну-ка, праздница есть или нет? Тень и человек. Вы слышите ветхозаветное что? Это только тень грядущих благ. Вот указание, вот что будет. А сейчас только вот мы, знаете, смотрим как картину какую-то. Картину, но и реальность. Представь, сыт будешь, когда посмотришь на картину с великолепным столом. Сомнительно. Скажешь, да нет уж мне лучшего корочку хлеба, но реального, чем красивую картинку. Весь Ветхий Завет это было предуказание только только на то, вот, на ту реальность, которая должна явиться и должна явиться спасительной для мира. Вот, оказывается, о чём всё. Ещё раз повторяю эти слова Иоанна Затауста, который был великолепный знаток. Кстати, Ветхого Завета и Нового, естественно. Ветхозаветный отстоит от Новозаветного, как земля от неба. И действительно, в тутоизме кажется, религия наиболее кажется, должна быть близкой. На самом деле, что мы видим? Какой глубокий материализм! Глубочайший материализм! Даже заповедь действительства и то, помните, самое большое обещание, какое там? Да благоте будет, да долголетен будешь на земле! И там вообще поражает, конечно, там вот этот вот, если хотите, религиозный материализм! Там всё связано с этим! Да! Уж не говоря уже о истории истории иудеизма после пришествия Христа! Уже во время Христа, посмотрите, что было, когда Христос говорил, говорил о том, трудно, например, богатывать в Царство Небесное, нельзя служить Богу и мамонне, помните, какая реакция была иудеев? Смеялись над ним! Как это такое нельзя служить Богу и мамонне? Мамонне есть как раз способ служения Богу! Слышите? Иудаизм вообще отступил даже от самых основополагающих ветхозаветных даже истин! Если в Ветхом Завете признание бытия Бога это являлось первейшей истинной, то мы видим уже во времена Христа, помните, что саддукеи не верили ни в ангелы, ни в душу, ни в воскресенье. Что это значит? Души нет у человека, никаких ангелов, никакого духовного мира нет, никакого воскресенья, оказывается, не будет. Это что такое? Материализм! Атеизм! Уже этого времена Христа что такое было, видите? Видите, какие возникают сложности религиозного порядка? Да. А отец Александр Мень прямо говорил, я вам зачитаю его слова, в иудаизме нередко понятие Царства Божия связывают с внешним торжеством Израиля и фантастическим благодействием на земле. Слышите? Вот вам ещё одно явление религиозного порядка. Ещё одно. там мир кажется совершенно языческий. Я говорю, буддизм, индуизм. Если хотите, это эти типа мунисты. Я просто муну просто так взял вообще, потому что это очень... Чего там только нет в этих современных сектах. Ещё можно только найти, я бы сказал, в направлениях вот этих религиозных или лжерелигиозных. Видите? И вот даже здесь кажется уже наибольшее соприкосновение с божественным откровением. И здесь оказывается фантастическое благоденствие на земле. Это то, с чего мы начали разговор. Сейчас идёт эта деградация религиозного сознания. Ну, что там язычество? И являться не приходится. Возьмите эти язычества греков, римлян и прочих. Ну, конечно, материализм! Возьмите даже ветхозаветной религии какой-то огромнейший класт материализма. Ну, к чему это всё разговор-то идёт? О христианстве! А что это такое христианство? А что оно дало человеку и что оно даёт? И какова ситуация в отношении христианства и настоящий, если хотите, момент? Не только исторический, но и настоящий, и в перспективе. О чём христианство? Какова его направленность? Только подумайте! Христианство заявило о целом ряде таких вещей, которых никогда не было, представляете? Ну, просто не было и не просто не было, и быть не могло. О целом ряде таких истин, истин вероучительных, если хотите, догматических, в целом ряде истин не бывало. этих истин, причём не одна, не две, не три, а множество истин. Возьмите только о Боге, только о Боге что говорит христианство. Саждано, потрясающие вещи, что, оказывается, Он – Бог. Кто же Он? Доходили древние мудрецы, Сократ говорил, что же вы думаете, только у нас есть разум, и больше нигде и разума нет. Он уже Платон пишет об этом, философ Платон, он уже фактически говорил о единстве Божества какого? Это мудрость, это разум высший. Пифагор так учил даже так, посмотрите этот мир, космос, красота, вот, если хотите, кто и Он, Тот, Который создал эту красоту, если Бог, Он всемогущий, вот здесь доходили люди, Бог, естественно, если Бог есть, то Он, конечно, Он и всемогущий, Он творец, да, Он, если хотите, всеведущий, но ещё никто и никогда не доходил до мысли, да и где же было дойти, ну, что вы, это даже немыслимо было, и скажу по секрету, и сейчас не могут принять, даже многие христиане не могут принять того положения, которое открыто нам в Евангелии, никак не могут. Вот угадайте, что? Конечно, что Бог есть любовь, это что такое? Что разум выше, пожалуйста, согласен, что всемогущий, конечно, на то Он и Бог, вездесущий и всезнающий, ну, ещё бы, а что любовь, вы что? Никогда это в истории не было, отдельные намёки, я вам скажу, были, где только в ветхозаветном откровении у пророка некие намёки были, но намёки, а чтобы такое заявить, что Бог есть любовь, причём какая любовь? Это не просто, так знаете, вот любовь. Нет, христианство заявил, вообще возвести нечто не вмещающееся просто в человеческое сознание. Он такая любовь, что крест претерпел ради страданий человеческих, ради греха человеческого, чтобы избавить человека. Причём, вы слышите, что здесь здесь ещё, причём, сопрягается, это же не просто любовь, а здесь ещё какое смирение. смирение. Вот что! Вот этого уже понять вообще невозможно. Бог и смирение, простите, Бог – сила, Бог – власть, Бог – разум, всемогущество, ну, любовь, ну, ладно, ну, ну, милосердие, ну, ладно. А смирение, вы что? Несовместимые понятия. Крест – это свидетельство смирения. На Богородичной празднике, когда читается вот это апостола, что он почитал для себя хищением быть равным Богу. Иисус Христос по своему человечеству, слышите? По своему человечеству почитал хищением быть равным Богу. Даже вот так, кстати, в русском тексте всё наоборот поставлено. В славянском всё нормально. А в русском – наоборот. Это потрясающее смирение. Вот что открыло христианство – кто такое Бог? И этим самым, этим самым, вот этим потрясающим откровением было указано человеку, кем должен быть человек, что является, если хотите, самой сердцевиной его духовного состояния, его духовного направления, его духовной жизни. ибо Бог, выражаясь уже языком очень грубым, псевдонаучным, это же закон бытия! Это же закон бытия! Вот кто такое Бог! И этим оказывается абсолютным законом, законом, источником всех законов, не просто этого мира материального, а источником закона человеческой жизни, этим законом что является? Любовь, которой есть смирение! Смирение, которой есть любовь! Поищите такое откровение! Ну, кто мог дойти до этого? Ну, конечно, никто никогда не мог! Поэтому апостол Павел даже написал такие слова! Мы проповедуем Христа распятого иудеям, ищущим земного царства, земного, слышите, внешнего торжества Израиля и фантастического благоденствия на земле, иудеям соблазн, эллином, всем прочим, то есть, которые не имели вообще никакого откровения, вот этим буддистам, этим ведантистам, мунистам, кого угодно! Им! Как же безумие! Что за глупости! Распятый спаситель! Вы что, шутите? Когда мы говорим о христианстве, если пытаемся выразить сущность христианства, сущность, вот она в чём! Как, кстати, я вам скажу, и в любой религии, сущность любой религии выражается в её понимании вот того высшего начала, или, когда признаёт Бога, ну, пожалуйста, пожалуйста, это Бог! если не признаёт Бога, признаёт и в иной форме представляет себе это, но всегда Бог, или это высшее начало, и есть средоточие религии, сущность религии! Кстати, маленькое замечание, когда мы говорили о том же индуизме, там очень много течений, а вы знаете, как выразили крупнейшие специалисты суть индуистского, то есть языческого понимания, причём никакого, а мудрого, учтите, там мы находим столько мудрости! Я не знаю, кто когда-либо пытался вот немножечко хотя бы читать об индуизме, индуистской философии, есть очень интересный двухтомник, из-за перевода на русский язык Радха Кришна на индийской философии, скажут, действительно, это умы, сильнейшие умы! Исследователи этой индийской религиозной мысли и философии произнесли следующую фразу, которая выражает всю, если хотите, суть его манизм против монотеизма. Объясню. Может быть, не ясно. Монотеизм – это признание единого Бога. Единого Бога – это монотеизм. Монизм – это единое начало. Не Бог, а начало. Вот, если хотите, Брахман – это просто начало. Это нечто океан бездонное. Это не Бог. Я помню, на одной конференции религиозной спросил главу, например, буддийской делегации, я говорю, вы в конце концов и сказали, вы признаёте Бога, существование личного Бога. Я получил ответ с гневом. Нет. Ну, я другого и не ожидал, конечно, но всё-таки было интересно услышать. Нет монизм, а не монотеизм. Не признание личного, личного существа начала. Нет. А монизм – безличное нечто. А вы представляете, какая разница отношения человека к личному существу или безликой силе? Кстати, на признание этой безликой силы мы и зирдутся все оккультные системы, у которых и вся суть-то к чему сводится. Узнать законы, законы существования этой оккультной силы, узнать рычаги, с помощью которых можно поймать эту оккультную силу, воспользоваться ею. Слышите? Воспользоваться ею. Для каких целей? Каких целей? Разве не ясно? Земных только и больше ничего. Что, колдуны помогают, что ли, достичь... Говорят о вечной жизни, что ли? Вы когда слышали, что колдуны... Вы пришли к колдуне и сказали, маточка колдунья, да, как мне в Царство Божие попасть против смерти, после смерти? Вам скажут... Тут же на метлу сядет или вас посадят и в трубу. Никогда! Что вы? Оккультистам не интересует никакая там вечная жизнь, какой там Царство Божие. Вы что? Оккультизм – это тайная сила, которую нужно только найти, поймать. С помощью чего? и находит. И находит. Нужно произнести вот такие-таки-то слова, вот такие-таки-то действия. И поп! И попалось! И всё! И мы с её помощью теперь будем властвовать над людьми, над миром. Слышите? Опять с тем же самым сталкиваемся. будете, как боги. Я – бог, а не ты! Оккультная сила. Христианство, видите, что открыло. Я почему так подчёркиваю с особой силой? Есть такая у меня мысль, на которой мне очень хочется довести до сознания, что вот этого мы не встречаем, что Бог есть любовь и что Он есть смирение. Так вы не встретите ни в одной религии по существу такого учения. Заявление об этом является беспрецедентным. Вопрос возникает, откуда такое могло быть? Потрясающее откровение. Откуда? Нигде ни в религиях, ни в философии и вдруг такое потрясающее заявление в чём не просто заявление. Знаете ли, какой-нибудь философ там. Я понимаю, если бы ещё говорил Сократ. А это кто сказал-то? Кто такой Иисус? Он даже нигде не учился. А кто такие эти апостолы? Эти рыбаки-то, что ли? Знаем мы их. Какая рыбка? Вот такую я поймал рыбку. Да? Ты какой? Такую или такую? Ну, мы шутим, конечно. Рыбаки. Они не философы. И вдруг такие потрясающие идеи. Кстати, обращаю внимание, что христианство открыло целый ряд истин, неизвестных миру. Причём таких, которые действительно поражают воображение. И ещё раз повторяю, неизвестных миру, ни религиозному, ни философскому. А возьмите о Боге Троице. Даже Ветхозаветное Откровение не знало этого. Тогда ещё это не нужно было знать. Это теперь надо было узнать обязательно, иначе мы не могли понять, кто такой Христос. Это действительно воплощённый Сын Божий. Иначе мы бы не поняли просто этого. И эту тайну, которую, нужно прямо сказать, что эта тайна, конечно, для человеческого сознания, но она просто неразрешимая, непостижимая. Тем не менее, хотя бы, хотя бы, вот насколько это можно, в таких, может быть, если хотите, достаточно грубых образах, но всё-таки предложил Откровение, чтобы мы поняли, кто такой Христос. И почему Он действительно может быть спасителем. Почему? Вот почему, оказывается. Это не просто человек. Ни один человек не мог сделать того, что может сделать Бога человек. Итак, если говорить о сущности, если хотите, христианства, вот в этой области, я бы сказал, вероучительной области, то вся его сущность сводится вот к этому учению. Бог есть любовь. Основной закон следовательной человеческой жизни – любовь. Вы хотите не напить шишек себе? Не нарушайте закон тяготения. А будете прыгать с пятого этажа, ну, знаете, что получите. Естественно. Ну, конечно. Ясно. Не садитесь на раскалённую сковороду. Почему? Ну, нельзя нарушать законы. Нельзя нарушать этих законов в своей плоти, в своем мире. Самым основным законом является закон любви. Человек, человек, пойми, ты хочешь себе благо, не нарушай законы любви. Никогда не вздумай другому сделать то, чего не хочешь себе. Никогда не мысли зла, не мысли даже, а не только не делай. Если хочешь, чего? Себе благо. Прежде всего, недаром сказано, возлюбив ближнего, как самого себя. Себе. Хочешь благо? Хочу, конечно, ещё бы. Только об этом и думаем, о счастье. Не нарушай законы любви. Это самый, самый фундаментальный закон жизни. Вот что возвестило христианство. Здесь мы обращаемся к чему? Не только к учению о Боге. Здесь мы обращаемся, естественно, к чему? Пониманию человека. Человеческой жизни оказывается вот в чём суть, самая суть христианства. Вот где спасение. Вот где основная направленность жизни должна быть. При этом христианство дало ещё то, чего мы практически не встречаем в иных религиях. А что же именно? я понимаю, что это закон любви, но я только спротыкаюсь на каждом шагу. я завидую, я осуждаю, я гневаюсь, а то и ненавижу. И что говорит христианство? Если Бог есть любовь, а Он – любовь, то, оказывается, можно покаянием смыть эту рану своей души. Каждый грех есть рана. И самый страшный грех – это грех не любви по отношению к другому человеку. Ты хочешь себе благо, любви, нарушаешь – кайся. Кайся пред кем? Пред Ним. Перед Богом – кайся. Прежде всего, перед Богом. Не жди, когда там пойти в церковь и священнику. К священнику только самое главное сказать. Нужно тут же каяться перед Богом. Вспомните дневники Яна Кронштадтского, поразительные, как он пишет, как замечательно пишет. Опять я почеславился, опять я позавидовал. Помните, он пишет одному богослову, кто-то чего-то там такое хорошо. И позавидовал я ему. И обратился к Богу моему, прости меня. И он пишет, и опять я ощутил пространство в душе своей. Ну, вот тот, кто получал явственно прощение, прощение в своих грехах, знает, что такое пространство в душе своей. И простил меня Бог. И возблагодарил опять я Бога. Правда, замечательно. Оказывается, наш Бог не просто где-то что-то, а Христос открыл, кстати, где он, этот Бог. Открыл ту планету, назвал, оказывается, Бог. Слышите, астрономы, правда, её не знают, а Христос открыл, где Бог-то, оказывается, живёт. Царство Божие внутрь вас есть. Сами понимаете, не может быть царства без царя. Вот, оказывается, где этот царь-то живёт, где это любовь, это смирение, где же внутри нас. И это основной закон бытия. Итак, видите, христианцы дают рецепт. Кто хочет быть счастливым? Давайте, поднимайте руку. Всё! Всё! Вот он закон! Не нарушайте этого закона! Но если и нарушили, покайся! Покайся! И всё! При этом, что предлагает ещё христианство? Вообще, нечто, скажем, потрясающее вообще уже. Уже нет слов. чтобы это выразить. Если мы обратимся в какую угодно религии и спросим, что нужно для того, чтобы спастись, ответ готов. Правда, готов. Исполни. Исполни заповеди религии. Всё. А в христианстве интересно, как? как в христианстве. Вот здесь мы встречаемся уже, знаете, ну, с чем-то невероятным. И тут я просто говорю, христианство – это антирелигиозная религия. Почему? По очень простой причине. Это же замечательно! Исполни, и ты спасёшься. Правда же? Хорошо? Ну, конечно. Нормально. Естественно. А что христианство нам предлагает? Вы подумайте только, кто первый в рай вошёл? Это что такое? Бандит! Бандит! Первым в рай? Что за насмешка над человечеством? Да? Ох, где мы поняли величие Божие! Вот это величие Божие какое! Оказывается, вот это искреннее покаяние, искреннее осознание, что он никто! Ты меня помяни, Господи, во царстве твоём! Ты помяни меня! Я там никогда не буду в твоём царстве! Оказывается, это раскаяние, это смирение тут же спасает человека! Ну-ка, поищите это где-нибудь в какой-нибудь религии. это ли не потрясающее явление? Кстати, хочу сразу сказать, мы все слышали о мытарствах, о тех истязаниях, которые там душа будет претерпевать. если кто хочет избежать этого, он может и ключ в его руках. Для этого действительно он должен также смириться, также осознать всю пакостность своей жизни, а не мнить о себе, осознать, что вот он хуже этого разбойника, который был распят рядом со Христом, осознать это, прочувствовать это, раскаяться от всей души. Всё! Разбойник сегодня же был в раю. Никаких сорока дней не было, слышите? Не было сорока дней-то! А уж, кажется, уж кому-кому, а уж ему-то надо было пройти через такие мытарства, уж там бы его, наверное, поджарили бы и на сковородках, и на вилах, и на чём-то только его не подержали бы. Нет! Сегодня же христианство открыло удивительную истину. Оказывается, мы спасаемся чем? Чем мы спасаемся? Вот так, а зачем при побеждении своей гордыни, своего самомнения, при побеждении ощущения своей хорошести нас губит что? Я! Слышите? Я достиг всего! Я всё победил! Ну, хорошо, у него это выражено уже, знаете, так уже неприкрытой форме. Он был язычник. Удивительного ничего даже нет. Я думаю, там он скоро узнал, как только скончался, и понял, что это такое. Он язычник. Ах, но он выразил великолепно, что является стеной, непроходимой между человеком и Богом. это наше самомнение. Оказывается, тот человек, кто действительно хочет спасения, так, он вот к чему должен прийти, вот к такому самосознанию, к такому, если хотите, пониманию, самочувствию, подобному тому, которое вдруг мы находим не у кого-нибудь, а у откровенного бандита. Ну, мы привыкли так к благоразумной разбойнице. Правда, разбойничек, значит, звучит как хорошо же, мило. Да, прям великолепно. Вы слышите, оказывается? И должен открыть секрет. Какой? Мы говорим, в церкви много у нас святых, и есть даже великие святые. Если мы обратимся к ним, то мы встречаемся с удивительной картиной. Оказывается, все их подвиги, все их труды, весь аскетизм к чему приводил их? К чему их приводил утренняя молитва Макария Великого, которого называли земным Богом? Боже, очисти меня, грешного, поскольку я ничего доброго не сотворил, як уникали же сотворих благое пред тобою. Слышите, к чему приходил? А вот я думаю, я многое, кое-что сделал. Это Макарий ничего не сделал. А уж я такой, что слава тебе, Господи! Да? Вот беда-то! Вот беда! Мы какие-то как глупые! Какие-то глупые! Ну, ладно, ребёнок, когда это... То взрослый человек, и он думает, что он что-то сделал доброе! доказав всё доброе, что мы делаем, отравлено у нас ядом, то тщеславие, то самомнение, я не знаю, то расчетов, то я не знаю, чего только! Только поглубже копни и увидишь! Всё отравлено! Кстати, поразительный факт, о котором говорит святоотеческое предание. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Вы слышите? Мы не оплакиваем даже грехов своих, а они добродетели оплакивали как грехи. Видели. Знаете, как человек уже профессионал, который обладает тонким, тончайшим чувством различениям, он сразу видит фальш. Так и они видели это. Главным бедствием на пути человека к Богу являются это скрытое, иногда открытое, иногда явное вот это вот явное гордыня, это самомнение, это тщеславие и так далее. И христианство говорит, надо не скрывать это от себя. Слышите? Не скрывать от себя... Нет, нет, у меня этого нет, нет, я смиренный. Не скрывать это от себя, а выявлять напротив перед собой, говорить, Господи, да, верно, опять я, опять такой же, и каяться пред Богом. Только на этом пути оказывается, возможно, человеку постепенное угошение вот этой безумной, глупой гордыни, самомнению. только на этом пути. Кто может уверовать во Христа? Мы очень легко подчастно к этому подходим. Ну, как? Вот я, например, по логетику преподаю. Я не сомневаюсь, главное, докажу сейчас и всё, что есть Бог, первое докажу, а второе, что Христос был и что Он действительно там Мессия, докажу, и всё, и всё, и люди поверят. Поверят. Речь-то идёт не о признании того, что Он таков есть, совсем не об этом же. Когда мы говорим о вере во Христа, то мы о чём говорим? Говорим о той направленности моей жизни, которая идёт по Христу, а не вопреки Ему. Вера – это что такое вера? Вот один пример. Вот стоит сейчас крикнуть пожар и все рвинутся во все двери и в окна. Слышите, оказывается, что такое вера? О! И, может, бесовская вера? Ну да, Бог есть, ну да, и Христос есть, ну ладно. Ну что же, Он сам по себе, я сам по себе. Правда же? Слышите? Бесовская, компьютерная, я бы сказал, вера, признание, что есть и что дальше. Извините, когда мы признаём Бога, то это всё равно, что признать, вот пожар! Вот, оказывается, что такое. Кто может признать, кто может веровать во Христа? Оказывается, вот, замечательные, приведу слова, замечательного подвижника и наставника Игнатия Бринчанинова, который пишет, не может уверовать во Христа тот, который не видит своих грехов, который не кается в своих грехах, который доволен своим состоянием. И прибавляет дальше. Такому человеку Христос не нужен. Отчего его спасать? Когда он и так хорош. Я и так хорош. Отчего меня спасать? Ну, да, я верю, там, будущая жизнь. Ну, там, в какой-то будущей жизни меня спаси. Да? Отчего спасать меня? Я и так хорош. Вы слышите? Оказывается, истинную веру во Христа может иметь только тот человек, который видит, видит, что не могу я справиться, хотя вот с этой несчастной завистью не могу справиться. Господи, помоги мне! Я вижу, что я негодный. Если хотите, что я подлец. Как я себе иду в отношении к людям явно, и что я думаю о них тайно, когда осознает себя, кто вот он таким образом, вот только увидит себя каким нуждающимся в спасении, вот такой только человек может признать действительно Христа как Спасителя. Ну, а к чему я это всё это говорю? Сейчас скажу. Как мы надеемся на то... Ох, да, как же это выразиться, вот как бы не промахнуться здесь только. Я думаю, всё-таки спасается тот, кто ходит в храм, исповедуется, причаётся, ставит свечки, подаёт записки, ходит с крестными ходами и слава тебе, Господи. И, слава тебе, Господи, постом съем пескарика и закушу человечком. Или человека съем, а закушу пескариком. И хорош православный христианин! Как мы все надеемся! Знаете, на что? Как язычники только на эту внешнюю сторону! К чему всё это дано, скажите? К чему это исповедь, причащение и прочие вещи, хождение в церковь и прочее? К чему это дано? Только к тому дано, чтобы мы, в конце концов, поняли, поняли, кто мы, грешные люди, а не святые! Чтобы поняли и осознали это, чтобы покаялись в душе и покаялись перед священником в самых основных мерзостях. Вот к чему это! Сыжи, чем мы спасаемся-то, оказывается? Тем, чем спасся разбойник! А мы подчас надеемся на всё и всё христианство сводим к чему? К этому внешним только формам! Сходить в храм, помечтать, да осудить направо-налево и священников, и прихожан. И это спасение... Вы слышите, как можно извратить христианство? Это ж до невозможности! Суть выбросить, а оставить одну форму и быть довольными! Так вот, когда мы понимаем, что является сутью, тогда, я думаю, мы должным образом поймём, и как мы должны относиться ко всей внешней стороне христианской жизни. Это только средства вспомогательные, но средства не должны быть никак целью. Когда они пролечаются в саму цель, тогда от нашего христианства ничего не останется. Видите, на какой печальной ноте я заканчиваю. Дорогие друзья, Алексей Ильич действительно не любит шпаргалки, как истинный заслуженный профессор. Поэтому, может быть, для начала кто-то захочет задать вопросы с места, устно встать и задать вопрос профессору. Это мы бы... Я бы очень приветствовал. Если это сказать... Нет, нет. Нет, ну что вы, что вы. Не надо, не надо, не надо. Друга тянется. Почему всё-таки примем, как бы нами христиан, если посмотреть на это суть в существе государственного имя? За что так, наверное, ещё у многих, если бы понимать, но... Вы даже не представляете, насколько сложные вопросы задали. Да, это действительно очень сложный вопрос. Я пытался найти на него ответы. Читал такого знаменитого нашего русского историка Болота. Есть такой Василий Васильевич Болт и его лекции. Да, и вы знаете, я не нашёл там такого удовлетворительного всё-таки ответа. Потому что, когда он пишет, что христиан гнали только за то, что они не приносили жертв перед императором, то и не приносили жертв и иудеи тоже. Но их же не гнали. Затем, что распускали о них слухи всякие, потому что они там младенца убивают. Так это легко очень проверить. И всё это были сплетни совершенно очевидные. Так что, вы знаете, просто действительно ответа буквально на этот вопрос не существует, по-моему. Единственное, в чём можно сказать, что христианство действительно являлось религией, потрясающей концентрацией того духа, который решительно противостоит всему духу мирской вот этой жизни, противостоит решительно, выступает против этого и говорит «Царство моё не от мира сего». Вот это более всего раздражает и убивает людей. Вы знаете, как вот сейчас возьмите особенно западное христианство, насколько оно социализируется, то есть сводит самую суть христианства, жизни, к чему? Вот к этой социальной только деятельности, ко всему. А уж сектанты до чего доводят? Это подчас диву даёшься. Какая-то Глория Коупленд, например, опущена, маленькая брошюрка такая, она прямо говорит, когда Христос говорит о Царстве Небесном, то не думайте, что Он говорит о том Царстве, Он просто говорит об устроении благоденствия мира здесь, на земле. Вы слышите? Мне кажется, что вот это Дух творит себе формы, и Дух, Дух как иудейство того времени, так и язычество, он был решительно противоположным. А дальше уже нужны только поводы. Как иногда человека, когда не любят, вот кого-то не взлюбили, ищут только повода, цепляются к любой мелочи, прицепятся, чтобы уже против него поднять скандал, когда не любят. Вы слышите? Вот возненавидят кого? И всё! Цепляются к чему угодно. Дух! Дух – это первичная реальность. Я полагаю, что здесь главные причины, хотя, возможно, были какие-то и причины внешнего порядка. Вот так! Ну, надо же, при какой... Нельзя же такие вопросы задавать! Сложные! А вот в Ветхом Завете тоже были 10 заповедей, их особо никто не исполнял, или вот коммуники говорили тоже, что человек, человек, это был товарищ брат, и всё равно Советский Союз развалился. Почему вот вы думаете, что призыв к любви будет действовать? Я не сказал, что призыв к любви будет действенен, даже более того, скажу, что его так никто не исполнял и исполнять не будет, и потому мир погибнет. Потому что нарушение законов природных, я говорю, даже юридических законов, человек в тюрьму попадает. Природных законов мы знаем, к чему сейчас экологический кризис. В конце учёные говорят, что скоро вообще прекратится жизнь на Земле, где-нибудь в середине нашего уже века. Слышите нарушение закона? Вот. Так что причина-то в чём? Закон-то хорошо, когда говорится. Указываются нормы. Нормы. Но эти нормы достигаются в разной степени. А многие вообще не хотят никаких норм соблюдать. Напился в самолёте и начал бузить. Вот вам и норма. Вот. Так что видите, а насчёт в советское время, я вам скажу, что моральный кодекс советского человека, что ли, как он назывался, там же очень много чего было взятое из Евангелия. Не знаете даже, а что, какое открытие я сделал? Оказывается, Ленин говорил, кто не работает, тот не ест. Не апостол же Павел, правда? Вот так. Видите, как. Так что не удивляйтесь о том. Скажите, пожалуйста, как научиться сострадать родственникам усопших? Я как катехизатор. Спрашу, объясню, в чём трудность. В древней церкви и до сих пор день кончины святого, это день его памяти. Когда человек умирает, понятно, если мы скорбим, если плохой человек умирает, если он всю жизнь шёл против Бога, тогда он сталкивается с трагедией после смерти. Если человек умирает в покаянии, то для него наступает радость и торжество, но наши погребальные песнопения пронизаны скорбью. Как это примирить в себе? Как не учиться просто сочувствовать людям? Ну, видите, в древней церкви, например, день кончина мученика, то есть, когда его предавали смерть, назывался «Диас Наталис» – день рождения. И поэтому этот день отмечался как день торжества, если даже хотите, правда же? В каждом должном наоборот бы. А мы в память мученика мы отмечаем, что рыданиями и воплями не будет день праздника. Мы говорим даже праздник. В отношении людей, так сказать, не святых, первое, мы не знаем, кто более свят перед Богом. Я вам скажу так, если бы не евангелист Лука, никому никогда не пришло бы в голову, чтобы первый в рай вошёл бандит. Правда? Так и мы часто смотрим на человека, вот он, негодяй, и вор, и убийца, может быть, так, а мы не знаем души его. Не знаем. и поскольку мы верим, что Бог есть любовь, и что Он не взыщет человека, ни на одну йоту больше того, чем Он, этот человек, мог бы сделать. А мы даже не знаем, что Он мог, а что Он не мог. Так? Вот эта надежда на Бога любовь, она вселяет в нас тоже радость. Вот так. Надежда на Бога любовь вселяет радость. Это надо иметь в виду. Нельзя же представить себе, даже трудно представить себе, чтобы Бог, зная, что выберет человек в своей жизни, добро или зло, и зная, что этот человек изберёт зло, и, следовательно, пойдёт в бесконечные мучения, дал ему бытие. Значит, то есть Бог тогда что же даёт ему бытие для бесконечных, значит, мучений. Можно ли такое представить? Как соединить с Богом любовь? Поэтому вот эта надежда на то, что Бог есть действительно любовь, и что, коли Он дал ему жизнь, то, значит, Он дал её в конечном счёте, в конечном счёте, пусть через страдания, но в конечном счёте для его всё-таки блага, эта мысль, которая, кстати, подтверждается множеством святых отцов, вот, эта мысль, она вселяет надежду и определённый импульс радости. Вот так я бы сказал, да. Вы разбойника часто вспоминаете. Ну, ещё сам такой. Давно такое возникает вопрос, да, о том, что Он в раю. Серьёзно? Вот, там же прошёл ещё промежуток, ему ещё и воли не перебили, и когда Господь ему говорит, что будешь со мной в раю, да, Он же не говорит, что ты уже со мной там, или точно, а, вероятно, Он говорит, что ты можешь со мной быть в раю. Как бы, откуда, какие обументы докажутся? Нет, в данном случае... Хорошо, хорошо, да. Вы затронули очень хороший вопрос. Я понял. Понял, да. Вы хороший очень вопрос затронули. Очень хороший. Я воспользуюсь этим вопросом вашим. Дело вот в чём. Что является критерием правильного понимания того или иного места Священного Писания? Протестанты скажут, ну, кому как кажется. На каждого действует Святой Дух по-своему, и каждому открывают по-своему, и рассыпались, как горох. Бедняжки. Католики скажут, в конце концов, Римский Папа что сказал? Так оно и есть. Так православные говорят, мы считаем правильным только то понимание любого места Писания, в котором мы находим согласное учение святых отцов. И вот в отношении вашего вопроса, в отношении вопроса вашего согласное учение ни одного нет отца, у которого было бы другое. Учение все говорят, что слова Христа, что сегодня будешь со мной в раю, прямо говорят, что он сегодня же был в раю. Всё. У нас критерий. У нас у православных есть критерий. Вы слышите, чем наша религия, православная уже, я говорю, религия, отличается от других, конфессий даже. Мы имеем критерий, а у других этого критерий расплывчато. Я недавно с протестантами встречался как раз. Я говорю, ну какой у вас критерий? Лютер сказал, я не мыслю себя выше профессоров и соборов, но я почитаю своего Христа выше всякой догмы и собора. Я говорю, слышите? Своего Христа. Что такое Своего Христа? То есть, так как я понимаю, выше всякой догмы и собора. Расслышите? Беда! Кстати, на этом очень многие ошибаются. Нам надо держаться за учение святых отцов. И когда мы находим единое мнение, не у одного даже, а когда мы находим у целой группы отцов, мы говорим, да, это учение церковное. Более того, скажем даже, если мы находим у другой группы отцов, находим учение иное даже, мы говорим, и церковь не осудила ни того, ни другого, то, значит, возможны две точки зрения. У нас критерии святые отцы. Вот так. И мы должны держаться этого. Хотелось бы знать, тут есть понятие об огромной жизни, да, что я хотелось бы на эту тему. Есть митарство Блажина Феодора, есть церковное, то есть, третий день, девятый день, сороковый день. Вот как это сочетается между собой, вот, говорят, что митарство должен быть Феодор, это вот опокрым, то есть, где истина? Ну, скажу вам так, в отношении ведения Феодоры есть замечание, даже у наших очень авторитетных толковников, что это всё-таки носило характер достаточно применительный, применительный к этой ситуации, к ней и тем людям, которые она открывала. Как говорится, есть термин такой «отгоменом». То есть, вы знаете, некоторые вещи, откровения даются данному вот человеку, чтобы его убедить, ему что-то показать, ему что-то открыть. Но суть, суть, она выразила, какой суть? А суть следующая. Неважно, что в какой форме, но действительно мы будем страдать за все свои бессовестные поступки и будем переживать это. Сколько переживать зависит, видимо, от силы раны, которые мы наносим себе. Важна, какая истина? Что здесь страдания будут. Десять человек здесь, здесь не раскаются во всём этом, не очистят свою душу покаянием. Форма страдания, насчёт формы страдания, ангел сказал Макарию, преподобную Макарию прямо сказал, всё, что ты видел здесь, это является лишь самое слабое подобие того, что там. Слышите? То есть, вот это видение по этому Феодоры, это слышите, что такое? Самое слабое подобие. Ну, какое слабое подобие? Я могу вам сейчас это изобразить. Какое слабое подобие? Например, например, да, вот человеку слепому вы хотите объяснить, что есть цвета красный, оранжевый, голубой, синий, зелёный и так далее. Так? Он говорит, а что это такое? Так? Человек подходит к фортепиано, нажимает ноту до, это красный цвет, ре, это оранжевый цвет. Дальше и дальше. Понял теперь этот слепой какие цвета? Да, он понял. Нота до, до, это красный цвет. Вот так и мы с вами, так и Феодоре тоже было показано, слышите? Показано. Это слабое, самое слабое подобие того, что будет там, потому что муки на самом деле будут носить какой характер? Душа, а не тело. Внутренний характер. Страсть уже сейчас нас как мучает? Как совесть может мучить человека? Подумайте! Как злоба может мучить человека? Как зависть может мучить человека? Посмотрите, а там, там, оказывается, когда тело сбросится, то, оказывается, страсти там открываются с ещё большей силой. Здесь мы заснули и, кажется, ничего, забылись, а там уже не заснёшь. Поэтому страсти в тысячу раз более сильные, чем здесь, будут мучить там. Вот что такое мытарство и что такое страдание, которым почему Бог и призывает – спасайтесь здесь, пока не поздно, кайтесь здесь, старайтесь жить по заповедям, да, вот, чтобы избежать этих мук. Каких мук, кстати? вот эти все страдания, душа вступает, знаете, в какой мир? В мир вечности. Там нет времени, поэтому там наступает страдание, которое называется вечными, потому что там нет не временные, а вечные страдания. Что такое вечность, мы, к сожалению, не знаем. Можно только пережить. Ну, вот так. вопрос написал, хотел бы, если ничего озвучить, о проблеме уже старшества. Многие, начитавшись книг на начале, где если ты их или ног подвиженную, начинают искать старости. Есть ли в этом опасность? Ну, вы знаете, вот опять приходится обращаться. Надо обратиться к святым отцам. Что они пишут? Первое, что они пишут, это что, в первом тысячелетии, что уже трудно найти старца непрелестного. Представляете, это просто удивительно. В первом тысячелетии это пишут. Пятый, шестой век. Второе, вот самые, может, яркими словами приведу слова, которые помню, хотя их очень много. Ян Глесович, прежде чем вдать свою душу кому-то другому, узнай его, испытай его и так сказать, не прямо, искуси его, чтобы тебе не оказаться вместо пристани на острых камнях и не потерпеть полное кораблекрушение. Это второе. Третье. Третье. В монастырях и отшельники, пустынники часто имели старцы, имели учеников. и мы видим у них и в монастырях практиковался такой способ старец и ученики. Отношение полного послушания. Полного послушания. Это было только в монастырях. Это было действительно при старцах, которые действительно уже были очевидны всем в святой жизни. Но даже и здесь Пимен Великий, например, говорит, а не кто-нибудь, говорит, просто не говорит, а приказывает, немедленно разлучаться со старцем, если продолжение с ним жизни ведёт, является душевредным для тебя. Слышите? Четвёртое. Наши опытнейшие люди, допустим, девятнадцатого столетия наставники такие, как, ну, хотя бы Игнатия Бринчанина, Феофан Затворник, Оптинские старцы. Один в один все говорят. Знаете, что говорят? Четвёртое, последнее, касательно непосредственно нашего времени. Духоносных наставников нет. Слышите? Духоносных это какие? Которые видели бы душу человека и могли тебе прям самую суть сказать. Нет. поэтому наше время это время не послушание между духовником и посомом, а время совета. Слышите? Они подчёркивают, наше время это жительство по совету. Тот духовник, который вы нашли, это великое благо, кстати, если вы нашли разумного и опытного, этот духовник друг, а не командующий. друг. И он сразу покажет, кто он. Если он командует, ясно, он наполнен самомнением, от него надо бежать. Друг напротив. Он скажет, как скажет, вот святые отцы по этому вопросу пишут так, ссылается в основном на святых отцов, но не на себя. Но если он даже скажет, что ты от себя, то скажет, мне кажется, вот так, но ты подумай, пожалуйста, спроси, может, еще кого-нибудь. Истинный духовник не приказывает. Вот так. Так что наше время – это жизнь по совету. И дай Бог найти только такого, именно назовем его духовником, пожалуйста, но истинный духовник – это друг, но не командир. Вот так. Когда Иисус воскрес и веке в Мухгалине, она его не узнала, или когда он шел рядом с учениками, тогда, вот как вы объясните? Ну, тут можно объяснить по-разному, по-разному можно объяснить. Такой, если чисто такой внешний характер объяснения, то вы знаете, как на Востоке особенно они ходят часто закрытые совсем. Часто очень, очень закрытые бывают. Вот. Это бывает одна из причин, когда очень легко, легко, если не посмотреть внимательно на человека, то можно перепутать. Кстати, и сейчас иногда мы перепутываем, да, если внимательно не приглядимся. Это вот такое даже первое объяснение. Второе, второе, что, может быть, Господь до времени не желал ещё это открыть, это человеку. До времени мог. Вот этим, как, например, которые шли и разговаривали с ним. Но они потом что сказали? Не горело ли в нас сердце, когда он говорил с нами? То есть, они уже почувствовали, слышат, и, может быть, даже знакомый голос, но, понимаете, к сожалению, как? Вот бывает так, вот не обращают внимания. У меня был такой случай один, это, ну, просто смешной. Моя двойная сестра даже была в лесу, там, за грибами, ну, выходит на дорогу и голосует. Останавливается машина, она садится, машина, рядом с водителем и едет. Ей надо было ехать. И она говорит, странное дело, надо же, везёт меня. Откуда же он знает, какие улицы? И прям подводит к самому дому. Вы слышите? Вы слышите? И потом, там автобус стоил 20 копеек, она даёт ему рубль. А это был её сын. Так? И тот говорит, мало. Она как скинулась, она как скинулась, как мало. И пах, это ты, Саша. Вы слышите? Вот даже такие случаи бывают, а вы говорите. Так что не удивляйтесь, пожалуйста. В порядке очерёдности. Кто-то тянул руку в удар. Наша тема как снилось любви к Богу и любви к ближнему. Первые две запицы, которые мы должны исполнить. Вот эту любовь, как бы я по себе, допустим, мне, допустим, трудно, допустим, не любить Господа и любить ближнего своего. И хотела, ну, как бы, вопрос такой, как это сделать? Вот одно из евангельских, значит, высказываний, когда дневница отёрла ноги к Господу, да, и он сказал, прощаются тебе грехи твои, потому как ты возлюбила. И потом идёт следующая фраза. Там много прощается, много прощается, там возвращается много мне возлюбила. Она много возлюбила. Прощается, а как много прощается, тот много любит. Вот эта вот любовь приходит, ну, даёт, Господь посылает вот эту восемь тысячи человеку любить, потому как по прощению наших грехов. то есть, какая-то доказанная связь. Вы понимаете, что он сказал? Скажу так, надо понять, понять первое, что такое любовь к Богу. Христос отчётливо сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Разве могу я сказать, что мне человек говорит, я вас люблю, я вас люблю. Говорю, ну, слушай, вот сбегаю, принеси. Нет, мне не хочется. Ну, дай мне взаймы это. Ой, я не могу. Ну, и так далее. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот, оказывается, в чём проявляется любовь к Богу. Одна из этих заповедей, одна из заповедей, это доброе, хорошее, благожелательное, справедливое отношение к людям. Вы не подумайте, когда говорят любовь ближе, то есть, пылаю любовью. Да нет же! Где нам пылать любовью? Особенно к врагам. Какое-то, какое там, что вы? Справедливо отнесись к тому человеку, которого ты терпеть не можешь. Вот и всё. Это уже будет знак любви. Вот, что такое любовь к Богу. Любовь к Богу – это исполнение заповедей. Какие? Не погрешать не только делом, но не погрешать и словом, и мыслью даже. Вот, любовь к Богу. А ближе мы и так понятны. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот таким образом надо понимать. Вот так. И в зависимости от степени нашей борьбы с самим собой и Господь, видя это, воздаст и нам соответствующим образом. Если я человек, у которого терпеть не могу, так, и вдруг я пересилив себя, всё-таки скажу доброе слово, улыбнусь ему, тем более, если что-то сделаю, ох, какое-то великое благо, потому что это будет исполнение заповеди Божьей. Вот так. Почему болеют, умирают, действуют, что на этот счёт говорят, с 5 слов? Они говорят, очень просто. Мы все идём по очень, по очень трудной горной дороге. обрывы, скалы, а то и леопарды, разбойники, мы все идём. Это наша жизнь. И вот, представьте себе, вдруг вы идёте с ребёнком, дорога ужасная, того, гляди, тут ещё обледенело всё, тут может обвал быть, и вдруг полетает вертолёт, говорит, есть одно место, и мы летим как раз туда, куда вы идёте, с ребёнком. Что вы сделаете? Ой, возьмите ребёнка, возьмите, пожалуйста, хоть он спасётся, я не знаю, спасусь я или нет. Вертолёт берёт, он уже дома, а мы ещё идём. Наш дом не этот, не имеем здесь пребывающего града, а грядущего взыскуем. Это только глупый человек думает, а жизнь здесь, да нет же, мы здесь миг и жизни нет. Там наша жизнь, причём не какая-нибудь, не просто жизнь души, а будет всеобщее воскресенье, то есть настоящий, полноценный человек будет, но уже его душа уже там, слава Богу, он избежал, может быть, таких скорбей и страданий, о которых мы даже и не предполагаем. почему христиане, даже испытывая страдания от того, что расстались с своим там ребёнком, тем не менее радуются, слава Богу, он уже избежал, может быть, таких, таких бед и невзгод, о которых мы даже и подумать бы не могли. Вот как христианцы смотрят на преждевременную, как мы говорим, смерть детей. В Иванове сказано, первомученик Стефан, а как же Вифлеемский младенец, который был любим? В Вифлеемский младенец, Гриена и Ирода, вот не они любили первым мучеником до Христа? Хорошо. Ну, давайте решим. Ну, допустим, я скажу, первомученик был Вифлеемский и так дальше. Скажу Стефан и дальше, что? Какая разница, я не понимаю, в чём, что беспокоит? У меня просто чувство, что в первую живут мельниками, дети страдают. Что? Дети страдают, в том числе наши. За что? Ну, за то, что мы ловим, грешим, и мы должны делать. Это другое дело совсем. Это другое. А я на ваш вопрос отвечаю, да. Дети ещё ничего не понимали? Помните, от двух лет и меньше. Вот. И ещё, и вот в чём дело. И Христос ещё не пострадал. Христа ещё никто не исповедовал. Ещё не было христианства. Поэтому мы их не называем первомучениками. Ах, Стефан уже? Да. Он пострадал до исповедания Христа. Поэтому её так и называем. Спасибо. Да. Господь создал миром. То есть даже из них он создал всё. У него нет времени. То есть всё уже закончено. То, что даже мы сейчас досидим, оно как бы уже там у него запрограммировано, так скажем, нашим языком. Как это совместить с человеческой свободной волей? Угу. Хорошо. Как бы это... Вот я приводил пример, как объяснить слепому цвета, как объяснить глухому звуки. Говорят, есть гармония, есть консонанс, есть диссонанс. Он не понимает, что за чушь такая. Мы пытаемся понять то, что, к сожалению, может быть, к счастью, нет, к счастью, выходит за пределы нашего сознания. Вы знаете, сейчас возьмите даже только один микромир, в который сейчас влезла наша физика. И что, знаете, перед чем они оказались? Вот, кстати, поинтересуйтесь материалами, хотя бы у нас каждый год проходит конференция наука, философии, религии в Дубне. Каждый год. Её материалы так мы и сдаём. Да. Перед чем мы сейчас оказались учёные? Они разводят руками. Мы не знаем, как передать на нашем вот этом языке те реальности, которые открылись нам там. И начинают придумывать такие слова, которые смех один. Или какие-то назвали «кварки». Что такое за чушь «кварки»? Или ещё пущи, какие-то струны. Ну, что за струны? И вообще сейчас встали перед тем фактом, что нет единой теории, с помощью которых можно было бы описать даже эти вещи. Это в какой сфере? Вот то, что мы можем потрогать, понюхать, пощупать. И то мы не знаем, как. А вот здесь вдруг как можем. Надо чуть-чуть это понять. Ограниченность из нашего ума. Обратите внимание, мы всё воспринимаем как в трёхмерном пространстве и времени. Слышите? А уже в математике, например, используется N-мерное пространство. То есть N сколько угодно подставьте. А как у неё Пикассо, тот взял, нарисовал скрипку в четырёхмерном пространстве. Представляете? Ну, чушь! Это абракадабра, невероятнейший. Посмотришь, ну что, человек с ума спятил. И так до сих пор не ясно, что он нафантазировал или действительно ему открылось четырёхмерное пространство. Мы же не понимаем. А вдруг действительно десятимерное пространство? И как понятно? Не знаю. Так что мы коснулись вопроса, которым можно только сказать одно. Не знаю. Нужно ли понуждать близкого человека к таинству исповеди? Спасибо. О, молодцы! Вот это люблю краткость. Я вам скажу, христианство – та религия, которая запрещает насильно заставлять человека идти в рай. Если бы это можно было сделать насильно, Христос взял всех нас за шкирку и в рай. И всё. И мы взвопили там ой, нет, нам не подходит рай. Помните, как анекдот такой? Как один один, так сказать, умер, и ему говорят, ну вот, пока, пожалуйста, вот, видишь, вот тебе рай. И показывает ему хорошее кабарет, там, вот, вино, музыка, девочки, всё такое. Это, это, говорят, ад. Так, дальше проводят его, там, ну, такие деревцы, цветочки, все ходят, скромненькие, да, говорят, а это рай. Он говорит, ну, а теперь выбирай. Он, конечно, в ад. И его прямо раз схватили и на сковородку. Он кричит, так я же в ад хотел. Так то был агитпункт. Вот так. Да, так вот и здесь, видите ли, такая же ситуация, да. Вопрос. Почему Господь не сделал, в кавычках, быть человека после грехопадения чуть добрее, радушнее, чтобы в мире было меньше зла? Что такое чуть добрее? Что вы говорите? Вопрос очень простой. Или у него свобода есть, или нет. Вот и всё. Если есть свобода, всё. Он, пожалуйста, может вести себя и так, и сяк. А если нет свобода, то хуже существа не придумаешь. Представьте, всё понимать, всё чувствовать, всё переживать, а свободы выбора нет. Какой ужас! Это хуже всякой скотины было бы, существа. А человек – богоподобное существо. Он может только, именно только, свободно, может, нельзя заставить насильно любить. Нельзя. Понятно? Понятно. Вот так. Почему и сам Господь пострадал, чтобы люди, увидев, преклонившись перед этой величайшей жертвой любви и смирения, могли также добровольно обратиться к Нему. Кто-то это сделает здесь, став христианами, и это счастливые люди. кому-то придётся, видимо, перенести очень многое по смерти, страданий и тяжелейших испытаний, чтобы понять, наконец, что кто такой мы, кто такой мы без Бога, кто мы такие. Оказывается, все несчастнейшие люди. Поэтому церковь молится за усопших. Вы слышите, какое великое благо церковь молится за усопших. Оказывается, возможно, изменение. И тот, кто не познал здесь, к сожалению, но, может быть, хотя бы познает там, пройдя через эти испытания, через страдания. Вот так. Так же чуть-чуть добрее не получится. Или целиком, или всё, или ничего. Алексей Юрьевич, человек перед смертью не сподобился исповедоваться перед священником и получить отпущение грехов. Но в душе он каялся перед Господом и осознал все свои грехи. Простить ли его Господь? Не знаю. Не знаю. Это Бог знает, как он сознал, как он каялся. Не знаю ничего. Разбойник, кстати, ни одного греха своего не назвал тоже. Я думаю, что современный, как он батюшка, ему предъявит какие-то претензии, наверняка. Должен был разбойник написать вот такую хартию и дать батюшке. Вот, батюшка, мои грехи. И пока батюшка читает, сходить там в магазинчик, кое-что и купить. Правда? Вот так. Я шучу. Про филиофы читайте учебник по сравнению с благословью. Или ещё мою книжку можно читать про филиофы, кстати. Про католической христологии тоже учебник, католической мариологии тоже учебник. Как вы относитесь к возможной канонизации Папы Ирины и Иоанна Павла II? Я? Так это дело... Это дело католической церкви. Обязательно его канонизируют. Ну что вы, чем хуже, тем лучше. Есть такой принцип. Это худшего Папы ещё в 20 веке и не было, чем Иоанн Павел II. Только ему не говорите. Да. Вот так. Уж столько понаделал, что, боже мой, и просто странные вещи. Поэтому его, конечно, канонизируют. Так что можете быть спокойны. Алексеевич, про вашу книгу «Посмертная жизнь». Какова целевая аудитория этой книги? На каком этапе духовной жизни или выцерковления эту книгу лучше читать или не читать? Господи! Сейчас цель книги была такая. Сейчас очень много появилась всякой писанины в отношении посмертной жизни. Причём такие фантазии подчас, такие выдумки, такие какие-то оккультные всякие идеи, чего только нет. Просто смотришь, это какая-то беда. Вот. И поэтому я посмотрел и решил, что пишут святые отцы об этом. И попытался указать, цитируя святых отцов, как они мыслят, как они думают о посмертной жизни, чтобы человек мог видеть учения церковные, а не чьи-то фантазии и домыслы, которые кругом, это полно, Господи, я пультистый, кто и сектанты, кто только не пишет. И светские люди совершенно, которые ничего не понимающие. А мы должны следовать, ещё раз говорю, святым отцом. И должны это, должны объективно смотреть, как они пишут и смотреть на это. Вот как. Ну и Серафим Роуз тоже. Серафим Роуз хорошая книжка, да. Ну, он-то, а сколько литературы, знаете, какой просто безумный, глупый. Литература. Вот по этой причине. Всё-таки, чтобы святоотеческое учение было, мы могли иметь, иметь хотя бы какое-то твёрдое основание для понимания многих вещей. Вы знаете, только молитву за умерших только. Ну, сходите, во что превращают молитву за умершего? Это прям беда. Да. Всё, всё превращают в одно только. Заказать сорока уст или на год, поставить столько-то свечей, поставить столько записок, подать батюшке, помолитесь. Я-то молиться не буду. Батюшка пусть молится. Превращают чисто внешнюю какую-то обрядовую форму. Это безобразие. Просто. И не понимаю, почему сфафанозатворника там даже привожу. Да когда же батюшкам, когда вы насыпали целый хворох вот так насыпали, когда же батюшки за каждого тут молиться? Дай Бог совершить богослужение. Если ты, человек, не будешь сам молиться за него, да не возьмёшь на себя ещё хоть маленький подвиг хотя бы, хотя бы сорок дней не включать этот ящик или ещё чего-нибудь такое. Не возьмёшь хоть маленький подвиг, так ты ничего не сделаешь для своего усопшего человека. Хоть чуть-чуть оторви от своей души. В эти сорок дней побудь христианином. Поисповедуйся почаще, причащайся. Хоть сорок дней. Потому что наше духовное состояние, оно обуславливает в огромной степени состояние души по смерти. Вот такие вещи написать. А то всё приводит к чему? К одному обряду. Сколько свечей поставить, во сколько монастырей подать, сколько записок, а сами, а сами и ничего не делаем. Подумайте только. Вот я говорю просто даже один этот вопрос. Как он много значит? Вот это была причина. Вот была это именно причина, почему я решил всё-таки написать эту книжку. Сейчас. И последняя записка, которая у меня на столе. Рекомендуете ли вы читать книги Николая Графовича Пестова? Что именно? Для кого? Ну, вы знаете, у него неравноценные вещи. Есть у него кое-что и хорошо, а есть об апокалипсисе, например, у него там такие вещи есть. Он допускает и мысли, на мой взгляд, сейчас очень такие неосторожные, когда он не видит подчас разницы между православными святыми и некоторых католических святых, так указывает, того же Франциска Асистского не понимают сути дела. Сути не понимают самые. Наши святые отцы категорически запрещали всякое воображение, никаких картин. Наши отцы говорят, только та молитва принимается, которая исходит из покаяния, из осознания своего покаяния. А тот же Франциск, ну, как это не понять? Молится, дай мне, Господи, пережить все те страдания, которые пережил за нас. Моська уравнивает себя со слоном. Дай мне пережить ту любовь, в которой ты горел. Ну, что же это такое? Не о покаянии, не о своих грехах. И потом это, беспрецедентные явления в истории церкви. Это стигматы, которые с точки зрения психологии объясняют, ну, совершенно элементарным образом. Слышите? Элементарным образом. Что если вот это сосредоточение внимания, подумайте на чём? Не на душе, не на своих страстях, не на борьбе с ними, а на чём какую боль переживал Христос, когда забивали гвозди. Вы слышите? Вот непонимание... Это я просто в Кальций пример говорю. Вот это непонимание всей его принципиально совершенного, принципиального различия между этим католическим направлением и православным. Что значит православным? Под православным, я разумею, подвижники первого тысячелетия, Востока и Запада! И Запада! И западные святые! Бенедикт Нурсийский такой же святой! Вот в чём дело! Оставление Западом католическим подвижниками вот этого святоотеческого пути жизни! Вот что! К сожалению, у него, смотрю, этого нет! Да и вообще многие не понимают, какая разница! Какая разница! Не всё равно, все святые! А что такое святые? Что такое за пустые слова? Спасибо, Господи! Благодарю вас за внимание! Спасибо! Спасибо! Да! Спасибо!